Молодой душой и заряженной энергией пенсионеров в Белгородской области объединила третья спартакиада. Она прошла на базе БГТУ имени Шухова. 172 спортсмена из всех районов области съехались в Белгород, чтобы выявить самых спортивных и активных. Наша съемочная группа присутствовала на соревнованиях. Встроенными рядами входит в спортзал участники спартакиады. Зал едва вмещает собравшийся. Каждый район представил как минимум 5 человек. С приветственным словом к участникам обратились организаторы. Представители регионального отделения Союза пенсионеров России и областного управления физической культуры и спорта. Они поздравили тех, кто вышел на областной этап. Идут соревнования внутри муниципалитета, в нешуточные баталии между сельскими поселениями, городскими округами. То есть там активно идет работа, состязания на муниципальном уровне, соответственно на областном. Важность очень большая, потому что внуки же видят, что бабушка пошла на тренировку. Они берут с нее пример, бабушка, дедушка. Это очень важно. В каждом муниципальном образовании есть группы здоровья. Потому что действительно мы популяризируем физкультуру и спорт прежде всего для укрепления здоровья нашего старшего поколения. Среди участников сегодня большое количество лиц старше 70 лет и даже старше 75 лет. Вот самые старшие участницы у нас 79 лет. Дмитрий Худаев от лица Пенсионного фонда России вручил подарки пятерым старейшим участникам спартакиады. Один из них – Белгородец Анатолий Попов. В свои 77 лет он активно продолжает заниматься спортом. Вы занимаетесь профессионально стрельбой. Вы представляете здесь… И не только стрельбой, и плаванием, и легкой атлетикой, и лыжей, и все что угодно. То, что интересно. А как долго вы готовились к этой спартакиаде? И вообще, в принципе, да, я думаю, вас это делать. Мы же готовы постоянно. Хоть сейчас, хоть завтра, хоть послезавтра. Так что, какая может быть подготовка? Сказали, но мы пришли, собрались, вот команда. Правильно? Соревнования прошли по шести дисциплинам. Настольный теннис и дартс, эстафета и пулевая стрельба, плавание и легкая атлетика. Каждый мог показать свою спортивную подготовку. Самыми зрелищными стали состязания в бассейне. Плавцы показали высокий класс. Для многих из них плавание, хоть и на любительском уровне, неотъемлемая часть жизни. Например, Светлана Бескешкова, участница соревнований из Белгородского района, призналась, ходит каждую неделю в бассейн. Вот эти соревнования – это источник положительных эмоций. Второе – это, конечно же, пример молодому поколению, что если непрерывно заниматься физкультурой и спортом, то можно на долгие годы сохранить свое физическое совершенство, укреплять свой организм и вместе с молодыми тренироваться на равных. По итогам испытаний в общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Белгорода. На втором оказались староскольцы. Бронза досталась команде Белгородского района. Победители получили право представить регион на федеральном уровне. В сентябре в Пензе состоится четвертая спартакиада пенсионеров России. Ксения Голубь, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород. Продолжение следует...